Ниссан Juke И потом сразу к изменениям во внешности, которые автопортал оценивал в окрестностях Лиссабона. Многие покупатели дорестайлингового Juke сетовали на недостаток ярких цветов. Теперь жаловаться не на что. Есть ярко-желтый, фиолетовый и даже два вида белого. Помимо трех новых цветов, Ниссан Juke 2014 получил нового вида легкосплавные диски. Покупатель может индивидуализировать автомобиль, подобрав другого окраса наружные зеркала, пороги, спойлер, дверные ручки или даже корпус салонного зеркала. Что касается конструктивных отличий от предшественника, обновленная версия Juke 2014 имеет иную решетку радиатора, а также видоизмененные передние и задние бамперы. Они добавляют автомобилю агрессивности и спортивности. За доплату могут быть установлены ксеноновые фары со светодиодными ходовыми огнями. Задние фонари тоже имеют светодиодную строчку. Обратите внимание и на форму светотехники. Как передние фары, так и задние фонари стали немножко иными. В зеркалах появились повторители поворотников. Вне всяких сомнений, обновление пошло на пользу новому Ниссан Juke. Вот только жаль, что и как в прошлом поколении, радиатор не защищен от камней и прочих неожиданностей, которыми богаты украинские дороги. Эта мелочь хорошо знакома владельцам Juke, которые во избежание неприятностей устанавливают в нижнюю часть бампера защитную сетку. Но Европа не Украина, поэтому, наверное, каждый нюанс там даже не считается недостатком. Да и вообще вряд ли остается замеченным. Обновленный Juke по салону практически не отличается от предшественника. Тоже торпеда, та же панель приборов и центральный тоннель в форме мотоциклетного бензобака. Как и в случае с экстерьером, жилое пространство можно приукрасить цветными вставками. Из новшеств можно отметить появление в списке опций панорамной крыши. На центральной консоли может быть экран фирменной мультимедиа, на которой выводится информация с навигационной системы и не только. Приятно, что в авто может быть система кругового обзора и система контроля рядности движения, которые еще недавно предлагались только для премиальных авто. То есть владелец Juke, по сути, может оборудовать его всем тем же, что и покупатель кроссовера Infinity или полноценного внедорожника Nissan Patrol. В общем и целом, внутри Juke выглядит современно и стильно. Несмотря на довольно жесткий пластик, смотрится он вполне прилично. Сидения имеют выраженную боковую поддержку и в меру мягкие. Что любопытно, сидя спереди, Nissan Juke воспринимается довольно большим и высоким. Главным образом из-за посадки и заплывающих на капот фар, которые визуально увеличивают машину для сидящих внутри. Места в салоне, как и раньше, не особо много, особенно на заднем ряду. А вот багажное отделение стало больше. В моноприводной версии объем грузового отсека составляет 354 литра. На 40% больше, чем у предшественника. Но это не значит, что Juke 2014 увеличился в габаритах. Это результат совместной работы маркетологов и разработчиков. Ведь для улучшения объема багажника убрали полку и запаску. Вот вам и весь рецепт. У полноприводной модификации объем отделения меньше. Дополнительные литры съела система полного привода. По технической части новшества заключаются в расширенной линейке моторов. Для обновленного Nissan Juke доступны фактически такие же двигатели, как для Nissan Qashqai 2014. Прежде всего, это бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, мощностью 115 лошадиных сил, который заменил 1,6 литровый 117-сильный двигатель. В наличии есть 1,6 турбо. Он построен на базе прежнего 190-сильного агрегата и сопоставим по мощности, но обладает увеличенным крутящим моментом. Также предлагается полуторалитровый турбодизель мощностью 110 лошадиных сил, но, как и в случае с предшественником, дизель для Украины не предусмотрен. К сожалению. Рестайлинговый Juke будут выпускать и в версии Nismo. Он стал на 17 сил мощнее и прячет под капотом 217 лошадок. Juke доступен с механикой или вариатором, привод полный или передний. Для тех, кто ни разу не ездил на Nissan Juke, несколько слов о его особенностях в движении, которые без изменений перекочевали на рестайлинговую модель. Благодаря компактным габаритам передвигаться на Juke по городу – сплошное удовольствие. Теперь в помощь при парковке система кругового обзора. Клиренс позволяет заезжать на бровки и бордюры или без проблем ехать по ремонтирующемуся участку дороги. На трассе Juke ведет себя хорошо, если под колесами ровная поверхность. Если же это волнистое полотно, автомобиль будет потряхивать, а при наездах на неровности на большой скорости скажется короткая база, корма будет подпрыгивать. Даже с базовым мотором Nissan'овский Pokemon разгоняется довольно шустро, независимо от коробки передач. При этом расход топлива 5-6 литров. Турбо-версия и вовсе напоминает заряженный хэтч, но за динамику надо платить расходам, которые едва ли не в бои больше. Лично мы считаем Juke драйвовым и ярким автомобилем, который благодаря обновлениям должен еще больше понравиться молодежи. Впрочем, Juke, как и в любви, все возрасты покорны.